Продолжение следует... И этой ночью, наверное, часа три посплю еще. Я не знаю, с кем я встретился. Но я чувствую, что Его присутствие, оно на мне. И этого достаточно. У нас было хорошее утреннее собрание. У нас много людей получили исцеление. Если у вас появился прорыв в вашем теле, появилось какое-то исцеление, помашите, пожалуйста, рукой. Какие-то улучшения в вашем теле? Повыше, повыше, помашите. Come on, yes, there were more than that. Come on, remember, this is your testimony time. Wave your hand. А если у вас есть свидетельства, помашите тоже рукой. No, raise their hand if they've got some kind of breakthrough. Really high. Свидетельство исцеления, которое вы получили сегодня. Come on, come on. Come on, let's praise the Lord. How many of you took some risk this afternoon and prayed for somebody or prophesied over someone? Wave your hand. Come on, wave it really high. Повыше, поднимите, повыше. Это круто. Повыше и помашите рукой. Come on, wave it. Come on. This is awesome. Скажите, у вас какое-то заболевание серьезное, да? Есть это. Хочется проверить. Have something. Oh, okay, so this is not a testimony. So this is not a testimony. This is a prayer request. Это молитвенная нужда. Right? I'm going to add something. I want to add something. Okay. But it means that something, something that's gone. We're not going to let this go this way. We're not going to let this guy go this way. First, he stands up to get a testimony. First, he stands up to get a testimony. Then he asks for a prayer request. And then he says, it won't work anyway. And then he says, it won't work anyway. Where is your pain right now? Where is your pain right now? No pain right now. No pain right now. Well, I just release the presence of God on you. And I pray that God gives you everything you don't want. And I pray that God gives you everything you don't want. That he would give you healing tonight. That he would give you healing tonight. And a testimony tomorrow. Amen. So, did anybody take some risk this afternoon and reach out to somebody? Oh, really? Really? Okay. All right. Awesome. All right. Is there anybody here who was here earlier? And you were somehow inspired by what we did today? That you went out and released the good news of great joy. That Jesus is coming to do something for somebody. That Jesus is coming to do something for somebody. Through you. Through you. Anybody. Oh, Lord. Okay. Come on up here. Скажите, что у вас, что вы сделали? Ну, я сегодня мало чего успела. Ну, мне попался первый человек на работе, который мне пожаловался на ангину, пиво холодного, вчера выпила. Я приложила руку к ее горлу, обе руки. И так, как вы научили, так же и делала, вот так. Ну, в душе, конечно, я молилась, чтобы Бог помог. Мысленно я молилась и хохотала. Потом я полечила ей больную руку. Взяла за руку правую руку, она давно мучается с рукой, со своей жалуется все, никак не может. Это по врачам ходит, никак не может. Просто давай, я говорю, полечу тебе твою руку. Таким же образом полечила ее руку. Но я так хохотала, что она вместе со мной хохотала. Все, полечила, полечила результаты, я не успела узнать. Хорошо, сейчас. Это успех. Библия говорит в послании к евреям, 11 главе, 6 стихе. Без веры невозможно угодить Богу. Хорошо. Не сказано, что без успеха невозможно угодить Богу. Там сказано, что только успеха. Вы не видели большие результаты. Но я хочу сказать вам вот что. Когда вы высвободили присутствие Божия, когда вы высвобождаете небеса, приходит. Его присутствие приходит. Его сила приходит. И даже если это вера, она с горчичное зерно размером. В 13 главе Матфея, 13 стихе, Иисус описал явление Царства Божьего как горчичное зерно. Это сложно воспринять. Оно растет. И оно становится самым большим из всех деревьев. Я видел тысячи людей, получивших исцеление свое, после того, как я молился за них. И большинство из них совсем ничего не чувствовало в то время, когда я молился за них. И когда я уходил, они получали свой полный прорыв. Иисус послал 10 человек. И Он говорит, идите, покажитесь священнику. И все 10 получили исцеление. И только один вернулся. 90% из которых мы молимся, мы не знаем, но они, скорее всего, получают исцеление. Я даже не могу сказать вам, сколько я получаю сообщений по электронной почте и так далее. от людей, которые сказали мне, что когда ты ушел, я получил свой прорыв. И я иногда получаю почту через 10-9 месяцев после события происшедшего. И я пишу им. Хорошо, спасибо, что хоть час сказали. Хотя свидетельство было 9 месяцев назад. И мысль в чем? Мы так сильно угождаем Богу, когда мы рискуем. Когда мы рискуем, мы угождаем Бога. Он не нами удовлетворен. Он не нами удовлетворен. Он уже удовлетворен с тобой. Он уже удовлетворен мной. В общем, мне все равно, исцелитесь вы сегодня или нет. Это никак не влияет на мой статус, на мои отношения с Богом. Я уже удостоился определенной позиции с Богом. Поэтому я не могу больше угодить Богу, когда я рискую. Мы удовлетворяем Богу, потому что Он не нами удовлетворен, а Он удовлетворяется тем, что Он хочет сделать что-то через нас. В Его всемогуществе Он принял решение работать через нас. И когда мы рискуем, Его присутствие и сила приходят. Это как Петр после Дня Пятидесятницы. Он берет бедняка, поднимает его. И он был больной, калекой, и когда он поднимал его, у него крепость пришла в ноги в его. И Петр, он, ну, не кричал, что он получил исцеление. И он не говорил, ну, он говорил, не смотри на меня, это не за меня, не то, что я какой-то божественный. Это был Иисус, но это был мой риск. Это партнерство. Бог хочет, чтобы мы испытывали ту же радость, которую испытывает Он, когда люди получают свободу. Мы являемся Его представителями, и Он радуется, когда Он что-то делает через нас. Это то же самое, что Он связывает себе руки за спиной. Он заклеивает себе рот. Вы, мои руки, протянутые. И Вы, мои уста. Я буду исцелять через Ваши руки. И я буду говорить через Ваши уста. Смотрите, мы просим Бога исцелить людей. Бог, исцели моего друга. И Он говорит, слушай, может, ты уже рискнешь и высвободишь мое присутствие на кого-то. Потому что я очень сильно хочу исцелить Его. Но во всем Своем всемогуществе я решил действовать через Тебя. Поэтому мы можем рисковать. Но Бог уже рискнул с нами. Даже до того, как мы рискнули. Другими словами, мы всегда работаем для подтверждения. Поэтому я сейчас хочу высвободить пророческое Слово на Вас. А поэтому я Вас сюда вызвал. Я вижу, что Вы как будто медсестра. И каждый раз, когда я это вижу, когда я вижу такое, я вижу, что помазание и исцеление высвобождается. Поэтому Вы будете заботиться о людях. Поэтому Бог просто исполнит Вас сверхъестественной силой для исцеления. И Вы будете помогать людям прикасаться к тому же, чтобы они также могли помогать людям. Вы чем-то занимаетесь, но помогаете людям как-то вообще в жизни? Она медик, представляете? Вы знаете, егоekerayı. Спасибо. 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 Поехали. Спасибо. Это сумасшедшее. У Бога, знаете, есть такое крутое чувство юмора. Я верю, что вы получаете ободрение. Потому что я получаю ободрение. Видите, что происходит, когда мы рискуем? Смотрите, разве я собирался пророчествовать ей? Я даже не знал, кому тут нужно пророчествовать. Мы иногда ждем, что Бог нам даст какое-то Слово. И нам нужно 50 раз его подтвердить. И ладно, оно придет вдруг. Мы ждем, что Бог нам даст Слово. А Он ждет нас, пока мы не перешагнем эту черту страха. Бог хочет, чтобы вы знали Слово. Вот поэтому это называется риском. Люди очень часто спрашивают меня, Рисковать это разве так просто? Если бы рисковать было просто, то это бы не было риском. Это очень страшно всегда. Именно поэтому для меня Я лучше всегда буду пьяным. Вы знаете, те, кто выпивают, они обычно больше рискуют, чем те, кто трезвые. Да, они на самом деле рискуют больше. Пьяные, они без проблем могут танцевать на публике, даже если у них нет совсем никакого чувства ритма. О чем этот парень думает, когда он так делает? Он вообще ни о чем не думает. Он просто пьян. Люди поют на людях сами А у них вообще медведь на ухо наступил. Они думают, что они, наверное, в шоу голос попадут. Ну, когда они посмотрят на Ютьюбе, что там получилось. О чем я вообще думал, когда я это делал? Нет, ты не думал. Ты просто был пьяный в стельку. Пьяные люди больше рискуют. Почему? Потому что они теряют всякий страх. Они теряют страх перед людьми. Они теряют страх неудачи. Они теряют страх отвержения. Они вообще теряют всякий здравый смысл. Например, они садятся после того, как выпили, и едут на машине. Это глупо. Так же, как апостол Павел говорит нам в Эфисианах 5, 18. Не упивайтесь алкоголем, другими словами. Почему? Потому что вы начнете делать вещи, которые глупые и сумасшедшие. Вещи, после которых вам будет стыдно. Но будьте исполнены Духом. Не упивайтесь Духом. Почему? Потому что вы потеряете всякий страх перед человеками. Вы потеряете всякий страх неудачи. Вы можете подойти вот так вот человеку и сказать, слушай, я могу за тебя помолиться, все нормально. И вы рискнете. И внутри будет что-то такое твориться. Там не будет такого смысла твориться. Но так как ты выпивал до этого, ты делать будешь это абсолютно свободно. Именно поэтому мы стараемся использовать всякую возможность, потому что дни лукавы. В пятой главе в Ефесянам Павел говорит ранее, что используйте всякую возможность, потому что дни лукавы. А как нам иметь возможность использовать всякую возможность? Не упивайтесь вином. Но упивайтесь Духом Святым. В день Пятидесятницы Дух Святой сошел на церковь. И они все стали пьяны. Да. Но он сказал им, они пьяны, но они не пьяны от вина, как вы думаете. Они не пьяны от алкоголя. Они пьяны от Духа Святого. Это то, что было с пророчественного в пророке Иоиле. Что в последние времена Бог изольет Своего Духа на всякую плоть. Мы на самом деле пьяны. Но мы пьяны от Духа Святого. Подумайте об этом. До Дня Пятидесятницы Петр отрекся от Иисуса три раза. Один прямо перед его лицом. Ему сказали, о, это вот этот человек, который был с Иисусом. Я не знаю его. Кто? Иисус, какой Иисус? Я вообще не слышал никогда о нем. Даже когда Иисус смотрел прямо в глаза, он это способен был сказать. И в итоге Петр с учениками скрывались в верхней комнате от евреев. Они боялись их. Они боялись. Они должны были стать теми, кто изменит этот мир. Бог дал им такое звание Творцов Истории. Возвращаясь в Луку, 6 главу, Иисус сказал, пророчествуйте. Когда Я вас призывал как учеников, сейчас вы ученики, но вы будете апостолами. Вы будете теми, кто будет изменять этот мир. Но вместо этого они тряслись. Это не работало, как будто бы. А что, если они убьют нас? Они не ходили в своей сверхъестественной судьбе. Они прятались. Они играли в церковь. Возможно, мы вместе с друг другом проводим хорошее время. О, смотри на это место Писания. О, смотри, Бог любит хорошие песни. О, давайте еще больше Библии почитаем. Они прятались в верхней комнате. И боялись людей. Но в день Пятидесятницы Дух Святой сошел. Дух Святой сошел. И Он выпнул церковь из церкви. Мы можем прочитать это в Деяниях 2 главе. С первого по четвертый стих, как они были все вместе в горнице. Дух Святой сошел на них. Они все стали пьяны. Исполнено Духа. И в пятом стихе они уже оказались вне церкви. Они нашли себе собрание. И люди смотрели на них и говорили, смотрите, они пьяные. Так откуда они знали, что они пьяные? Потому что они выглядели так, как будто они пьяные. Знаете, я могу за пятьдесят метров на человека посмотреть и сказать, что он пьяный. Нет, 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 он идет вот таким образом. Они пьяные. И они выглядели так, как будто они пьяные. И в этом контексте Петр встает перед всей этой толпой. Перед той же толпой, которая только что вот недавно распяла Иисуса. И написано в Деяниях 2 главе. Что Петр встал и с дерзновением стал провозглашать. Он перешел от страха, отвращенный от своей сверхъестественной судьбы, к убежденной уверенности, чтобы рискнуть. Почему? Есть всего одно объяснение. Дух Святой сошел на них. И они как выглядели пьяными. Пьяные люди больше рискуют, чем все остальные. Бог хочет изменить этот город. Бог хочет спасти все ваши семьи. Бог хочет спасти всех людей, с которыми вы работаете. Бог хочет, чтобы вы стали самой счастливой семьей, когда-либо находившейся на земле. Пять человек согласились. Круто. Может быть, в этом есть проблема. Как это произойдет, если мы будем рисковать? А как мы можем рискнуть? Напиваться. Становиться более похожими на Иисуса. Воседающий на троне на небесах смеется. Второй Псалом, четвертый стих. В контексте в этом Цари небесные, они всегда пытаются противостоять планам Бога. Дьявол пытается всегда уничижить планы Бога. Например, дьявол хочет вас вывести отсюда. Дьявол хочет убить вас. Он хочет разрушить ваши семьи. Он хочет разрушить ваш город, вашу страну, мою страну. И это то, чем он занимается. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Но Иисус пришел и принес жизнь. Иисус хочет помочь вашей семье. Иисус хочет исцелить всех вокруг вас. Иисус хочет, чтобы Россия стала великой нацией. Самыми счастливыми людьми на всей планете. Я молюсь так. Чтобы вы, ребята, стали такими счастливыми. Такими наполненными радостью Господней. Так напившимися Божьим присутствием. Чтобы вы все приехали в Штаты и чтобы вы отдали нам то, что у вас есть. Потому что Бог знает, что нам нужно это в Америке. Можете сделать это для нас? Знаете, вашу нацию вообще-то в мире знают, как нацию алкоголиков. Давайте изменим источник. Скажите, понимаете, тот, кто будет пьяный, действительно, те будут рисковать и изменят этот мир. Хорошо, мы давайте будем высвобождать чудеса сегодня. Хорошо, три счастливых человека есть уже. Я, конечно, надеюсь, что Рома меня достаточно корректно переводит. Я знаю, что он правильно вам перевел. У нас сегодня будут чудеса на этом месте. Моя цель в жизни Чтобы стать зрелым Чтобы я стал в итоге подобным ребенку. Вы знаете, Иисус сказал, тот, кто не уподобится ребенку, он не сможет войти в Царство Божие. Поэтому я не собираюсь расти. Я хочу возрастать в мудрости и в зрелости. И моя цель — стать по максимуму маленьким ребенком. Давайте Евангелие от Иоанна откроем 7 главу. Я где-то минут 20 поучу. И дальше мы будем высвобождать чудеса. Вы готовы 20 минут послушать, да? Если у вас нет терпения на это, тогда давайте идите и занимайтесь исцелением прямо сейчас. Ну, если вы все поняли уже, то можете начинать. В Евангелии от Иоанна 7 главе, стих 37 и 38 стихи. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верит в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Если кто-то жаждет, пусть приходит ко мне и пьет. Это теология выпивания. Иоанна 7, 37. Мы не говорим о том, чтобы пить алкоголь или становиться пьяными от алкоголя. Мы не говорим о том, чтобы пить алкоголь или становиться пьяными от алкоголя. Когда мы говорим о том, чтобы мы будем напиваться Духом Святым, мы ссылаемся на Иоанна 7, 37. Что является собой то же самое пророческое основание, как Иезекииль 47 глава. в котором говорится, что река Господня будет вытекать с южной стороны алтаря жертвенника. И эта река будет течь с южной части жертвенника, и она будет становиться все глубже. что говорит нам о том, что чем больше мы будем рисковать, тем больше присутствия Его будет у нас. И к чему бы ни прикасалась эта река, что является мертвым, туда будет приходить жизнь. И здесь как раз Иисус на это и ссылается в 7 главе Евангелия Туана. Он спрашивает, кто-то жаждет? Здесь есть кто-нибудь, кто жаждет? Да, я знаю, но я хочу это сказать. И вы бы не пришли в среду вечером, если бы вы не жаждали. Замечательная вещь касательно Бога является то, что Он вознаграждает жажду. Иисус сказал, что Счастливые люди те, которые жаждут и ищут праведности, потому что они получат, они насытятся. И Он говорит в следующей главе, если кто-то жаждет, пусть приходит ко Мне и пьет. И что произойдет? Река живой воды начнет течь из его чрева. И по тем самым Он подразумевал Духа Святого, который является присутствием Божьим. Правильно? Дух Святой является присутствием Божьим. Иисус сказал, Я оставлю вас, но Я пошлю Духа Святого, присутствие Божие. Дух Святой является присутствием Божьим. Дух Святой — это Бог. Так же, как Иисус был Богом. Поэтому, когда мы просим, чтобы Дух Святой пришел, другими словами, мы говорим, чтобы присутствие Божье пришло. А что находится в Его присутствии? В Его присутствии находится полнота радости. Я хочу сказать вам, что когда вы пьете, когда река выходит из вас, это присутствие Божье, и это радость. Это не плач и скрежет зубов. Нет, Бог не высвобождает плач. На небесах нет никаких слез. Даже Эрик Клэптон знает это. Задайте эту песню. Да, неплохо парень делает. Нам не нужно плакать, чтобы попасть на небеса. Кто верит из вас, что там будет торжество, праздник? Кто верит, что когда мы попадем туда, там будет полнота радости? Поэтому я хочу вам сказать, что небеса, они уже прямо здесь. В 17 главе Луки 21 стихе Иисус сказал, Царство Божье уже внутри вас. Иисус учил своих учеников провозглашать, утверждать. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, так же, как на небе. Нашей задачей является сделать землю, чтобы она выглядела такой же, как небеса. И вы только что подтвердили, что на небесах пребывает радость. То есть, другими словами, там есть смех на небесах. Вы как-то типа, я не знаю на самом деле. Так зачем вы там в церковь приходите? Слушайте, я хочу вам подтвердить, что на небесах вечно происходит торжество. Там постоянно звучит смех. Ну, вы думаете, там ничего не происходит? Конечно, они там делают. Бог может мультитаск. У Бога есть... Бог, он многозадачный Бог. Работаем, смеемся, когда мы работаем. Вы знаете, что многие компании подтверждают, что когда их работники, они смеются, они становятся более продуктивными. Смех делает тебя более уверенным и более эффективным. Здесь говорится о том, что нам нужно пить. Иисус об этом говорит. И то, что нам нужно пить, это Дух Святой. И это радость. Давайте откроем Иоанна 17 главу. В Иоанна 17 главе здесь находится последняя молитва Иисуса. И в своей последней молитве он молится о шести вещах для своих учеников. Очень важных вещах. Он говорит, чтобы вы были освящены. Он молится, чтобы они были защищены. Он молится, чтобы они были в единстве. Он молится за то, чтобы они встречались с Его славой. Его благость, Его добротой. Он молится, чтобы они переживали Его любовь. И Он молится, чтобы они встречались с Его присутствием. В Евангелии 17 главе 13 стих. В контексте молитвы об этих шести вещах Он говорит, «Ныне же к Тебе иду, Отец, и сие говорю в мире». «И я говорю эти вещи, пока я еще в мире». Какие вещи? Что они будут защищены, освящены, они будут в единстве, они будут встречаться с Его славой, они будут встречаться с Его любовью, и они будут переживать Его присутствие. «И я говорю эти вещи, когда я еще нахожусь в мире». Почему? Зачем? Чтобы они имели в себе радость мою, совершенную, то есть полноту радости. Бог хочет, чтобы вы были освящены, отделены, чтобы у вас была полнота Его радости. Бог хочет, чтобы вы были защищены, но зачем? Чтобы у вас была полнота радости Его. Он хочет, чтобы мы все были в единстве, но зачем? Чтобы у вас была полнота радости Его. Он хочет, чтобы вы переживали Его славу. Зачем? Потому что Он хочет, чтобы у вас была полнота Его радости. Он хочет, чтобы вы переживали Его любовь. Зачем? Потому что, когда вы переживаете Его любовь, вы переживаете полноту радости. Он хочет, чтобы вы переживали Его присутствие, потому что в Его присутствии есть полнота радости. Он хочет, чтобы вы имели полную меру Его меру радости. Эта молитва из Иоанна 7 главы 37 стиха, которая была основана на молитве и Езекииля 47 главе, что в итоге произошло в Деяниях 2 главе. В день Пятидесятницы ученики были вместе в горнице, и они стали пьяными. Они были наполнены Его присутствием. И у них была полнота Его радости. И они вытекли оттуда. И три тысячи человек спаслись в тот день и присоединились к церкви. Почему? Потому что они были пьяны. Как это произошло? Они пили. Радость Господня. Смотрите, из-за того, что мы ранее были научены, что мы не будем этого переживать, пока мы не попадем на небеса, мы думаем, что на земле мы должны страдать, даже быть печальными, плакать, рыдать, изнемогать. Вы знаете, когда Иисус пришел и воскресил девочку из мертвых, Он выгнал всех. Он говорит, идите. Он не осудил их. Он говорит, нет, подождите там. Потому что в этом окружении, которое сейчас встретил, где сейчас девочка, она будет воскресать из мертвых, нам нужно операцию. И неверие, оно не является верой. Я хочу сказать вам, потому что я чувствую, что вы думаете сейчас, это нормально страдать. Хочу вам сказать, что это нормально, потому что мы живем между двух границ. Одновременно мы живем на земле, одновременно мы живем на небесах. Но смотрите, в чем дело. Он обращает печаль в радость. И наши страдания в великую радость. Вы знаете, мы скажем, что если Иисус наполнился радостью, то Он должен был пойти на крест. Никто не знает, Проблемы, которые я вижу, Никто не знает, Но только Иисус. Смотрите, мы таким образом для себя это воспринимаем, что Иисус выбрал путь страдания, и мы выбираем тоже страдать, чтобы мы были, так сказать, готовыми, чтобы однажды попасть на небеса. Нет, типа, радость, она где-то там только, здесь ее нет. Нет, 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 нет. Нет, нет, и еще раз нет. Когда Иисус был на кресте, да, Он страдал. Да, Он умер. Это было больно. У Него пот был, как капли крови, когда Он готовился к этому в Гесематском саду. Это значит, что была боль очень сильная. Но Вы знаете, как Он не искал этого. Да, Он был на кресте. И Он видел, как радость вокруг Него. И Он говорил, смотри, Ты моя радость. 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 И Ты моя радость. И Ты моя радость. Я буду делать что угодно для того, чтобы приобрести тебя. Я буду делать что угодно для того, чтобы тебя и тебя и тебя приобрести. Потому что радость, она была у других, но он был на кресте. Он умер для того, чтобы приобрести тебя. Он был преисполнен радости. И он в итоге радостным и стал. Для того, чтобы ты, ты стал радостным. Два раза апостол Павел говорит церкви, Тимофею и Ефесу. Павел говорит церквям. Вы — моя радость и вы — моя награда. И мы являемся Божьей радостью. И Его наградой. Иисус хочет, чтобы в нас была радость. Не позже когда-то, но сейчас. Потому что я вам говорю, радость — это то, что высвобождает силу Божью. Если мы хотим больше силы Божьей, нам нужно больше присутствия Божьего. И в Его присутствии есть полната радости. Я понимаю, что вы все еще мне не верите. Давайте откроем Римлянам, 14-я глава. И это одно из мест, которые дает специфическое определение Царства Божьего. Первое — это было в 1 Коринфянам, 4-я глава, 20-й стих. Что Царство Божие — это не просто слова, это сила. Это не просто какая-то хорошая идея. Или философия. Это сила. Оно что-то делает. Оно изменяет вещи. Оно исцеляет людей. Оно освобождает людей. Вы точно можете сказать, когда именно приходит Царство Божие, потому что вещи изменяются. Это не просто какая-то хорошая проповедь. Нет, это действие. Оно делает что-то. Второе определение здесь, в Послании к Римлянам, 14-й главе. Царство Божие — это не еда или питье. Это, ну... Это... Это... О, не виноват. Царство Божие — это не еда или питье. Но Царство Божие — это праведность, мир и радость в Духе Святом. Поэтому Царство Божие — это Дух Святой. Поэтому Царство Божие — это значит не место какое-то. Это личность. А-а-а-а. Царство Божие — в вас. Но у вас нет куска земли, понимаете? Ну, я смотрю... Я выгляжу, как будто у меня тут земля на мне. Я шутил. Когда люди шутят, надо смеяться. Царство Божие — равно Дух Святой. Царство Божие — это присутствие Божие. И присутствие Божие уже в вас. Дух Святой внутри вас. Царство Божие внутри вас. Так, что внутри Царства Божьего? Когда присутствие Духа Святого приходит, как оно выглядит? Оно выглядит, как три вещи. Праведность, мир и радость. Когда бы не приходило Царство Божие, это праведность, мир и радость. Я хочу вам еще больше сказать. Если праведности, мира и радости нет, там нет присутствия Божьего. Радость — это не что-то, что человеку нужно приобрести. Не понимаете, да? Это тоже была шутка, типа. Без радости невозможно иметь присутствие. Но смотрите, я же сейчас не счастливый. Так пусть он тебя утешит. Пусть он тебя восстановит. Пусть он ободрит тебя. Пусть попроси кого-нибудь, чтобы он тебе сказал пророческое слово. Чтобы ты мог встретиться с его радостью. Смотрите, праведность Смотрите, праведность Она делает неправильные вещи правильными. Греческое слово «дикиосини» означает исправлять, делать неправильные вещи правильными. Как, например, мы однажды не пошли за Богом в правильном направлении. Наша жизнь сейчас полностью неправильная. Но через Иисуса мы попали на правильный путь чтобы мы получили праведность Бога во Христе. Поэтому если кто-то выглядит как вы можно сказать, ты на правильном пути. Да, ты прав. Да, ты праведный. Именно поэтому твои молитвы, они эффективны. Потому что молитва праведного человека она сильная и эффективная. Кто-то говорит, блин, я обычного не ем, но я тут дополнительную порцию борща съел на вечеринке. First of all, if you're stealing somebody else's borscht I should pray for you. Поэтому если кто-то съел борщ давайте я помолюсь за вас и лишнюю порцию чтобы у вас не было вины. Okay. Now I forgot what I was talking about. What did I just say? You were just saying about borscht. Oh. What was I talking about? This is two and a half hours sleep here. Oh. Oh. So. So you think, oh, I can't pray for somebody now because I did something bad or I didn't do something good enough 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 I know you have cancer and you're dying I know, например, что вот у вас есть рак и вы умираете but I need to go to church three times but I need to go to church three times мне нужно прийти в церковь три раза read my Bible from the Old Testament all the way through the New Testament прочитать мне Библию полностью от Ветхого Завета до Нового fast for 40 days 40 дней попаститься and then I can pray for you but by that time you'll be dead come on, that's the attitude a lot of believers have oh, I don't know if I'm good enough to pray for people no, get over it, you're not no, вообще остановись действительно ты недостаточно хорош but he is and you are in him but righteousness goes beyond just our personal relationship with God righteousness means he makes wrong things right праведность означает что неправильные вещи делаются праведными so when somebody has cancer that is wrong and God wants to make it right and God wants to make it right the thief comes to steal, kill and destroy Jesus comes to make it right но Иисус пришел, чтобы все исправить that's righteousness и это праведность righteousness is seeing somebody come to know Jesus is seeing somebody come to know Jesus righteousness is restoring hope to someone праведность она у кого-то восстанавливает надежду праведность она у кого-то берет и вытаскивает из депрессии через пророческое слово это и есть праведность в Царстве Божьем понимаете, сам Бог, Он праведен все, что касается Бога, оно правильное и все, что касается Царства Божьего это правильно и когда бы не пришел Бог и куда бы не пришел Царство Божье Его присутствие и сила Он делает неправильные вещи правильными в Псалме 88 говорится, что основанием Его трона является праведность и милосердие правосудие И Исайя 32, 17 Иисайя 32, 17 говорится о том, что плодом праведности является мир когда Бог изменяет неправильные вещи и делает их правильными приходит мир понимаете, мир — это больше, чем просто чувства мне больше ничего не нужно да, это часть мира но шалом, Ирине, пись но шалом, Ирине, пись это гораздо больше, чем вот это наслаждение это означает восстановление смотрите, например, есть двенадцать, которые воюют друг с другом как братья я тебя ненавижу а я тебя ненавижу я тебя убью а нет, я тебя убью я не хочу умирать я тоже не хочу умирать давайте заключим мирное соглашение и мы соединимся друг с другом однажды мы были врагами Богу но через Христа и через кровь, которую Он пролил на кресте мы примирились с Богом мы сейчас соединились с Его волей мы соединились с Его целями для нашей жизни мы стали праведными, и к нам пришел мир мир — это когда земля и небо соединяются вместе Иисус сказал так да придет в Царствие Твое да будет воля Твоя это праведность и на земле, как и на небе это мир когда мы рискуем чтобы высвободить присутствие и силу Божию Царствие Божие оно изменяет и делает неправильные вещи правильными он делает людьми соединенными с Его целями поэтому семьи, они находятся в единстве неправильные скрученные тела выпрямляются и они начинают все чувствовать себя лучше и радость, она является результатом когда неправильные вещи делаются правильными земля и небо, и небо и земля, они вместе соединяются и приходит радость как результат хочу вам посвобождение и мы будем освобождать исцеление у нас есть одна женщина, которая занимается ну, в общем, классом программы для начинающих это класс, который позволяет это курс, который позволяет нашим новобращенным людям которые только присоединяются к нашей церкви войти в эту культуру культуру нашей церкви однажды она приходит, она афроамериканка она черная она входит в класс и она пожимает одному из учителей руку и он говорит, ау и он говорит, что с тобой не так она приходит и у нее с рукой прошло в общем, в запястьях у нее резкая боль произошла такая стреляющая знаете, когда нервы простреливают как в кость и она сразу же исцелилась то есть у нее это было всегда и когда они поздоровались она сразу же исцелилась эта женщина черная она была неверующая она пришла на эти курсы и она покаялась после вот этого события которое с ней произошло после исцеления это были просто первые минуты ее обучения она рассказывает историю что она была на другой стороне США она была воспитана в таком сообществе ну, типа, преступников банда-группировки ну, понятен я не знаю, кто здесь прав но она хотела выбраться из этого окружения она видела, как многих убивают и она стала ну, в общем, она свидетельствовала свидетелем стала против этой банды ну, как бы на суде и для того, чтобы защитить ее от этой банды они ее перевезли в Рейдинг, в Калифорнию и она пришла к нам в церковь и однажды и однажды наше детское служение оно делало выездное служение во дворах домов и мы сотрудничаем с нашим правительством и наше детское служение делает такие выездные служения и там было трое детей и они все отдали жизнь Иисусу и автобус приехал за ними чтобы привезти их на воскресное служение и эта афроамериканская женщина которая ребенок, который покаялся и захотел поехать в церковь она должна была с ним поехать вместе и она ставила своих детей у нас на собрании на детском и она не знала что дальше делать, куда пойти потому что она никогда не была в церкви до этого ничего не знала о Боге и ей говорят хорошо, иди на программу Firestarter и она получила исцеление покаялась и изменилась и через три недели она до сих пор еще проходит эту программу и через три недели будучи уже христианкой она во вторник просыпается в два часа утра ну, как бы со вторника на среду получается в среду получается ночью она чувствует, что у нее наступает проблема с легкими что она не может дышать это называется типа луперы 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 но Дух Святой сказал мне и поэтому она ни о чем не могла больше думать кроме как об этой боли и то же самое она просыпается ночью у нее то же самое на следующий день не может ни о чем думать кроме этого и следующую ночь она просыпается точно так же приступ в общем кровяное давление когда неправильное как это у нас называется я не знаю просто окей у нее у нее приступ давления жесткий пусть это будет так я ее правда не знаю окей гипертония у нее халилюя приступ гипертонии на третью ночь она понимает что была женщина у нее в ее доме жила очень сильная расистка и она очень сильно ненавидела черных людей и вот эта женщина которая она посещала курсы she realizes that that woman lives in apartment number 34 окей начинаем все сначала никакого кровяного давления она просыпается первую ночь и у нее в голове цифра 34 34 и у нее сердце колодится от этого то же самое во вторую ночь и в третью и она понимает что в 34 квартире живет расистка которая ненавидит черных людей халилюя которая шесть месяцев это черная женщина это расистка она ее преследовала уже шесть месяцев и она ходила за ней и говорила смотрите вот это черное это зло она всем матерям говорила во дворе не позволяйте своим детям играть с ее детьми потому что они повлияют на ваших детей и она понимает что 34 это квартира в которой живет эта женщина и хорошо она сразу уснула все поняла в следующий утро просыпается она вообще в стельку пьяна от Духа Святого она идет и стучится в квартиру номер 34 это женщина она открывает дверь что тебе нужно что ты здесь делаешь Бог будил меня предыдущие три ночи мне Бог сказал что кто-то из расистов живет в квартире номер 34 я понял что это ты и я мне Бог сказал что в 34 квартире живет человек у которого есть неправильное кровяное давление и я хочу сказать тебе об этом и она начала плакать вы поняли вы поняли эту часть сейчас это расистка она говорит ей в ответ в прошлую среду я была в больнице и они мне сказали что у меня есть проблемы с кровяным давлением которые невозможно устранить эта женщина была всего три недели на программе фаерстартер это женщина которая афроамериканка и участвовала в этой программе фаерстартер она говорит хорошо я могу позаботиться об этом ты хотел бы чтобы я тебя исцелила потому что у нас на фаерстартере учат что мы можем делать что угодно потому что Христос у вас надежда славы это расистка женщина да эта женщина фаерстартер я высвобождаю царство Божие на тебя я высвобождаю его праведность и мир и ушла это было в пятницу а в следующий вторник к этой афроамериканке стучатся в ее дверь она открывает дверь и это бывшая расистка я не знаю что ты сделала со мной но я вернулась вот в больницу и они не понимают что происходит но они говорят что у меня все в порядке с кровяным давлением и она запрыгнула на эту афроамериканку плачет о прости меня я прощаю тебя но ты нуждаешься в прощении Иисуса ты хотела бы попросить Иисуса чтобы он пришел в твою жизнь как я сделала это и она принимает прямо там Иисуса и ты думаешь что моим детям с твоими теперь можно играть потому что я верю что твои дети чему-то могут научить моих она говорит конечно они взяли детей и они поехали на игровую площадку и там было еще 12 матерей которые играли с своими детьми на игровой площадке поэтому эта бывшая расистка она шла в обнимку с этой афроамериканкой праведность приводит к миру они приходят на эту игровую площадку и эта бывшая расистка она всем говорит кричит смотрите эта женщина здесь она меня исцелила у меня было просто экстремальное кровяное давление эта женщина помолилась за меня я сейчас полностью исцелена и если вам нужно исцеление приходите к ней она вас тоже исцелит все женщины мамочки выстроились в очередь взяли своих детей и они исцелились все кто имел болезни и они начали изучать библию прямо на игровой площадке каждый день они встречались в 12.00 на игровой площадке и они занимались изучением библии и тинейджеры стали приходить и спасаться тоже и примыкать к этому сообществу и этот район жилых домов он стал самым счастливым местом во всем городе и это праведность мир и радость последняя молитва последняя местописание и мы будем молиться Деяния 8 глава стихи с 8 по 9 с 4 по 8 Деяния 8 с 4 по 8 Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа народ единодушно внимал тому что говорил Филипп слыша и видя какие он творил чудеса ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем а многие расслабленные и хромые исцелялись и была радость великая в том городе мы видим когда праведность высвобождается хромы исцеляются чудеса высвобождаются мир приходит небеса с землей и земля с небесами соединяются да придет воля твоя и как результат была большая радость в этом городе Бог хочет чтобы этот город стал самым счастливым городом во всей России Бог хочет чтобы у вас была самая счастливая семья в России Бог хочет чтобы вы стали самым счастливым человеком в России и как это произойдет Бог изменит и Он изменит плохие вещи и сделает их хорошими Бог соединит землю с небесами и небеса с землей а как это произойдет риск а как это произойдет радость пить АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова